Реконструкция автотрассы Уральсто-Скала границы Российской Федерации протяженностью в 100 километров проходит по программе Нурлыжол. На реализацию проекта в общей сложности выделено 23 миллиарда тенге. В прошлом году был завершен 27-километровый участок дороги. Он уже принят госкомиссией. На данный момент у нас работа ведется на 36 километров оставшихся. Также выполнены работы по укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это на участке 31,67 километр. В настоящее время ведутся работы по укладке нижних слоев, по возведению земполотна. Работы по укладке щебеночного покрытия и устройства водопропускных труб. Предполагается, что после ввода автотрассы в эксплуатацию ежедневно здесь будет проезжать до 6 тысяч единиц автотранспорта. Кроме того, на дороге предусмотрено строительство остановочных павильонов, туалетов и объектов придорожного сервиса. Здесь 4 завода мобильного зона. Общая производительность 4 завода где-то около 400 тонн в час. Все материалы у нас заготовлены. 54% общего потребителя материалов щебня сегодня заготовлено. Мы его поставляем у Газарского щебзавода. В прошлом году почему вы отстали? Щебень, да? В прошлом году была проблема с щебнем. Из-за этого были проблемы с щебнем и вагонами тоже. Аким области заверил министра, что исполнительные органы оказывают всяческую поддержку реализации стратегического проекта. В прошлом году у вас были, вы вовремя щебень не заготовили, вовремя битум не закупили. А потом, когда уже мы начали вам помогать, после того, как вы начали колокол обить, просить своих коллег в Актюбинске, а там пробки и вагонов не хватало, спрос большой был на щебень и цена поднялась. Поэтому мы в прошлом году осенью уже приняли меры, чтобы вы зимой заготовили и в этом году нужно завершать. Мы готовы вам сейчас дополнительную финансирование дать, если вы быстрее осваивать будете. Сейчас лучше битум закупитесь, я не знаю, где хранить, в городе или где. В августе будет 130. Также министр посетил Косталовский район, где ознакомился со строительством участка автодороги Чапаева-Жалпактал-Косталовка. Роман Копняев, Ербул Аманшин, Рустам Джумашев, ТДК-42.